Новая коллекция от Vivienne Sabo, которая, как я понимаю, представлена эксклюзивно в RIVGOSH Le Hippie Cheek. Вроде бы так это все называется. В этой коллекции вышла палетка для лица, палетка теней, два карандаша для бровей, тушь и два блеска для губ. Оформление коллекции исключительно летнее. Вышла она зимой. Я уже немножко высказывалась по этому поводу в телеграм-канале. Не будем на этом останавливаться, сразу же переходим к делу. Палетка для лица. Выглядит на самом деле очень симпатично. Тут бронзер-скульптор, кре-бронзер, потому что очень теплый, пламяны и хайлайтер. Давайте с нее начнем. Но сначала подпишись, чтобы не пропустить новые полезные обзоры. Наберем бронзер. Он достаточно сильно пылит и такой, мне кажется, пигментированный, поэтому я особо не буду резких движений делать, так сказать. Я постепенно буду наслаивать и стараться пошире распределять это средство. Еще и вырабатываю в руку дополнительно. Пока переносится деликатно, но кисть такая очень мягкая и пушистенькая. И да, очень теплый оттенок у этого скульпта-бронзера. Бронзер довольно симпатичный. Такой легкой пушистой кистью он наносится легко, но это бронзер. Стоит иметь это в виду, это не скульптор. Если вы покупаете эту палетку, знайте, что этот оттенок, он не холодный. Подойдет для тех, кто любит теплую коррекцию лица, кто любит бронзеры. Я, в принципе, такое люблю. Бронзеры я часто добавляю в макияж, практически всегда. Поэтому почему бы и нет. И довольно деликатно ложиться, слегка наслаивается при желании. Ну, в целом претензий к качеству нет. И вот такая вот тепленькая коррекция у нас получается. Я пока сильно много не добавляю. Может быть, добавлю в конце, после того, как мы сделаем макияж глаз. Следующая у нас румяна. Румяна, по-моему, тепленькие тоже. Набираю, чуть-чуть стрясаю, довольно активно перебегаю и переношу. С первого слоя довольно неплохой такой пигмент отдается. Ну да, тепловатый, но какая-то розовинка тут тоже присутствует. Поэтому, в принципе, оттеночный симпатичный. И они, по-моему, слегка такие подсвечивающие. Но тоже довольно легкие в работе. Не сильно опасно пигментированные. Они наслаиваются, переносятся так мягенько. Можно, конечно, и побольше поднаслоить, поярче. Можно чуть более деликатно нанести. Румяна понравились, довольно приятные, очень хорошенькие. И у нас два хайлайтера. Один более яркий, другой более спокойный. И один более какой-то такой розовый, тепленький. Как будто... Давайте нанесем два разных хайлайтера на разные стороны лица. Мы это дело любим. Беру сначала более яркий. Единственный минус еще в этих всех палетках упаковки без зеркал. Хотя стоит это все не прям что-то дешево. Наношу хайлайтер поярче на одну сторону. Довольно симпатично, кстати. Ложится не сильно сухо. Полировывается даже в припудренную кожу. Мне кажется, на лаженную кожу вообще будет очень красиво. И очень приятный оттенок. Без цветного пятна. Такой светленький, жемчужный. Без сильно крупных отдельных блесток. Хотя блестки, конечно же, есть. И давайте нанесем хайлайтер вот этот вот, который поспокойнее на вторую сторону. Посмотрим, в чем же разница. Как будто пока не особо вижу разницу между хайлайтерами. Не знаю, может быть, это мне так кажется. Давайте вот этот вот хайлайтер, который поспокойнее, нанесем на носик. Такое ощущение, что типа на коже он так же выглядит абсолютно, как и первый хайлайтер. Хотя, как будто сияние у второго хайлайтера чуть ровнее. Не жемчужное, а чуть более как будто кремовое. Но в целом это похожие достаточно продукты между собой. Что первый, что второй хайлайтер довольно симпатичный. Румяно-симпатичный. Бронзер ничего такой, как бронзер. Палетка неплохая, неплохая. Не скажу, что это прям вау, но довольно симпатичный. Давайте перейдем к фломастерам для бровей. У меня от Vivienne Sabo есть два фломастера. Один из их основной коллекции. Один из их лимитированной коллекции, в которой этот фломастер вышел впервее всего. И теперь появились вот такие вот еще фломастеры в новой лимитированной коллекции. В этих фломастерах другие упаковки. Более матовые, более как будто такие soft touch с матовыми крышечками. Ладно, давайте попробуем. Ноль первый оттенок и потом, может быть, добавим ноль второго. У меня сейчас брови покрашены краской. И не сильно много чего нужно добавлять, но я все-таки добавлю. Я думаю, что они точно такие же, как и фломастеры из основной коллекции. Поэтому мало чего новенького мы здесь увидим. В общем-то, они все такие же. Беру ноль второй оттенок. Он просто чуть более темно-коричневый. Ими можно супер тонкие линии прорисовать, еле касаясь. Очень натуральные можно сделать брови дорисовать. При этом даже растушевать можно, пока они не застыли. Ну, то есть убрать излишки тоже можно. Даже если переборщишь, можно просто взять в патрон такую вот щеточку и пройтись по этой зоне, чуть-чуть вычесать излишки пигмента. Ну, в общем-то, маркеры, как маркеры. Они у них уже были. Это, конечно, не суперинтересно, но средство хорошее, объективно. Теперь переходим к палетке теней. Палетка теней достаточно интересная такая цветовая гамма. Тут есть такой вот пудрово-розовый, такой сероватый оттенок. И темно-коричневый, и различные сияющие оттенки. Не знаю, что мы сейчас будем делать с этим совсем, но что-нибудь придумаем. Я еще хотела только уложить брови, забыла. Тоже гель от Vivienne Sabor в упаковке, лимитированный, из коллекции от Couture. Итак, тени. В общем, берем вот этот вот розовый оттенок. Он мне больше всего нравится в этой палетке из матовых. Пусть он будет как растушевочный. У меня на веках остатки консилера, и я наношу розовый оттенок. Оттенок-то сам по себе ничего. Он, кстати, явно отдает теплинка. Даже когда на сводчих смотришь, свод делаешь, он отдает теплым оттенком. Хотя в палетке он кажется прям прохладным. Он наслаивается, довольно легкий в работе, довольно пигментированный, но не чересчур. То есть как растушевочный оттенок подойдет. Но не всем, только тем, кто любит такие оттенки. Вроде бы и розовый, но и тепленький, такой персиковый розовый. Хочется попробовать все оттенки, я думаю, как бы их все совместить. Давайте попробуем вот этот вот сероватый оттенок. Он очень сильно пылит, как будто розовый пылил не так. И попробуем нанести его на нижнее веко. Какой-то он непонятный. Какой-то серовато-зеленый, как будто бы. Знаете, такие есть серые оттенки. Слегка он притемняет, эту зону, но какого-то насыщенного пигмента оттенок вообще не имеет, как будто бы. Возьмем теперь тогда темно-коричневый вот этот вот. И я хочу пройтись сначала по краю нижнего века этим темно-коричневым. Верхнее веко я пока не трогаю. И хочу вывести потом стрелку из края нижнего века. Вот отсюда сюда. Потом соединим с верхним веком. В принципе, пигмент отдается, наслаивается. Не с первого слоя, он такой плотненький. Нужно поднаславить. Все равно приятный коричневый оттенок. Тепловатенький. Серый мне просто вообще не понравился. Теперь я хочу взять вот этот вот изумрудный. Попробовать, по крайней мере. Его добавить на эту стрелку. Не знаю, как он ляжет. А ляжет он отродительно. По крайней мере кисти он просто ложится какими-то хлопьями. Я не знаю, будет это видно или нет. Ну, вон, кисти вообще не переносится. Просто ноль. Пару блесток. Вот пальчиком. Вот так вот. Зеленка какая-то. Не очень красивый оттенок. Я просто думала, что это примерно такой же изумрудный, как и в палетке Influence Beauty. Но вообще далеко нет. Прям не дотягивает. Поэтому я не буду его добавлять. Давайте возьмем вот этот вот светленький. Я надеюсь, что хотя бы он перенесется кистью. Но этот посимпатичнее. Но все равно они суховаты по текстуре. Это очень сильно чувствуется. Этот светлый с такими крупными золотистыми блестками может посыпаться. Давайте добавим вот этот вот. Он кажется очень красивым и кажется самым не сухим. Добавим его на нижнее веко, в серединку и чуть-чуть к внешнему уголочку. Этот вот оттенок мне пока понравился больше всего. Вот этот вот, который мы добавили на нижнее веко. И осталось два оттенка. Розоватенький и какой-то такой золотисто-бронзовый. Я не знаю, куда добавить золотисто-бронзовый. На то, что мы добавим розоватенький, это факт. Я попробовала пальчиком добавить. С длинными ногтями это, конечно, сложно. Ну, неплохой. Но, опять же, вот даже когда набираешь его, он ощущается суховато. И много блесток из всех этих сияшек сыпется под глаза. Ну, нормально. Я думаю, как-то надо намешать. Или попробовать сначала просто бронзу добавить. Потом, если что, розовым перекрыть. Ну, розовый симпатичный, но какой-то, знаете, вот нет чего-то вау. Нет вау сияшек, нет вау матовых. Все довольно приличное, но довольно обычное. Я нанесла бронзер, но все-таки я еще хочу перекрыть это все дело розовым. Ну, и получился такой достаточно классический макияж, состоящий из розово-золотистых сияшек. Мне понравился только один оттенок. Действительно, вот этот вот коричневый, он реально красивый, он хорошо ложится. Я думаю, пальчиком будет ложиться еще лучше. Там на верхнее веко, например, в качестве сияющего акцента. Все остальные сияшки довольно сухие. Такая палетка, знаете, вот я бы не купила ее. Если бы я покупала ее для себя, я бы ее не купила. Я ее купила для обзора. Будет ли у меня тянуться к ней рука? Очень вряд ли. Следующее, что мы с вами попробуем, это тушь. Но по факту, как я понимаю, это просто кабаре. Щеточка такая же вроде как, просто в лимитированной упаковке. Как известно, кабаре я люблю не очень сильно. Но давайте нанесем. И такая же колючая щеточка здесь. Как будто мне опять нужно починить, починить, полечить реснички. В общем, вот так тушь вылетит в один слой. Нижние реснички потом подносло ее. Да, такое ощущение, что у меня ресницы на многих местах обломались. Но в любом случае тушь с этим совсем не справляется. И выглядит так себе. Как-то меня это все дело не вдохновляет. Тушь так себе не впечатлила. И у нас еще в этой коллекции два блеска для губ. Я так предполагаю, полупрозрачные с блестками. С большими, крупными блестками. Давайте откроем, попробуем на первый оттенок. Фу. Вот о чем я говорила этот ратный аромат. У Вивен Собо. Это уже не первый раз такое. Ладно. Давайте нанесу. Ну, большой аппликатор. В духе Вивен Собо. Прозрачный блеск с огромным количеством блесток. Крупных таких сияющих блесток. Меня от этого аромата, исходящего от губ, аж подташнивает. Я уже чувствовала этот аромат у блеска Вивен Собо из какой-то тоже не такой давней коллекции. Может быть, летний. Может быть, весенний. Мне сейчас плохо будет. Может быть, это какая-то индивидуальная непереносимость ароматов. Потому что кто-то мне говорил, типа, да все окей. Напишите, кстати, если вы считаете, что аромат этих блесков, если вы вдруг их нюхали нормальные, что для меня это просто какое-то тошнотворное явление. В этом множеством оттенки точно такой же аромат. Я это чувствую издалека. И он похож на первый полупрозрачный, может быть, с другими блестками другого цвета. И с каким-то легким кремовым подтоном. Но они не липкие, довольно приятные. Вот такой вот ноль второй оттенок. Плюс-минус они очень похожи. Блеском сразу говорю нет, потому что отрадный запах. Ну, по крайней мере, я его так воспринимаю, как отрадительный запах. Может быть, кто-то это будет воспринимать по-другому. Может быть, это вопрос, конечно, индивидуальный. Внешне они неплохие, они не липкие, ощущаются нормально. Давайте походим с этим макияжем в течение всего дня. Если честно, то у меня есть уже определенное мнение относительно всех этих средств. Но я его скажу все-таки в конце уже дня, походив с макияжем несколько часов, посмотрев на то, как это все держится. Встретимся с вами чуточку позже. Так, ну что, я уже больше семи часов хожу с макияжем, который сделала практически полностью эта коллекция новая от Vivian Sabo. И давайте разбираться по порядку. Про маркеры для правей уже нового ничего сказать не могу, потому что это средства изведанные. Они достаточно стойкие, они хорошо держатся, тонкие линии позволяют прорисовать. Поэтому им я ставлю лайк. Но это по факту то же самое, что и уже было у Vivian Sabo. Ну, только упаковки поменялись. Палеточка для лица. В принципе, она мне понравилась. Палетка для лица, несмотря на то, что у нее явно теплый потон, понравилась мне больше всего в этой коллекции. Это что-то самое интересное, самое легкое в работе во всем вот этом. И самое симпатичное. Я думаю, что вот палеткой я бы пользовалась. Слегка тускнеет средство. Хайлайтера держится, румяна слегка тускнеет, бронзер слегка тускнеет. На мне еще такой активно влажненький тон. Но в целом вот именно палетке я ставлю лайк. Если любите тепленькое контурирование, можно присмотреться. Тени мне не очень понравились. Меня они просто не впечатлили. Сияшки сильно сухие, только одна сияшка мне понравилась. В целом макияж выглядит неплохо, но это не стоит своих денег. Тени не скатываются. Я бы не купила эту палетку. Если бы палетку для лица еще в принципе да, больше да, чем нет, то палетка теней больше нет, чем да. Мне не зашла. Некоторые сияшки только симпатичные. Вот в основном это коричневый, золотистый, светленький. Но они все равно суховаты по текстуре. Тушь. Она неплохо держится. Но я ей говорю нет. Мне не нравится она по эффекту. Колючая щеточка. Ну в принципе это плюс-минус та же Кабре. Если у вас хорошие, достаточно объемные, достаточно длинные ресницы, вам Кабре пойдет. Потому что это стандартная тушь, которая просто вам хорошо прокрасит ресницы, придаст чуть-чуть объема, чуть-чуть задлинит и все. Я не думаю, что буду ей пользоваться. Блески для губ, блесками я тоже говорю нет. Чисто из аромата. Они симпатичные сами по себе. Просто прозрачные блески с блестками, но аромат я не смогу им пользоваться и я пользоваться ими не буду. Вот такой вот результат. По факту в новой коллекции самые достойные этой маркеры для бровей и палетка для лица. Как вам новая коллекция Vivienne Sabo, лимитка для ревогош? Чтобы купили себе, чтобы присмотрели, как вам новые средства. Жду вашей обратной связи в комментариях.